Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart, урок номер 17. И мы продолжаем знакомиться с дополнительными опциями в редактировании одиночной статьи, точнее, одиночного товара. И начнем мы с видео. Как это ни странно, в прошлом видео у нас уже было видео, когда мы могли вставить его в этой области. У нас здесь есть еще вкладка видео под миниатюрой. Если мы сюда нажимаем, у нас возникают настройки, и я не могу о них не сказать. У вас есть возможность здесь загрузить MPEG-4 файл прямо на хостинг. Причина мог быть разная, почему хотите загружать на хостинг, но помните, здесь видео должно быть очень маленького размера. Чтобы оно загружалось, что это тяжелый контент. Если у вас VPS, VDS сервер или выделенный сервер, и подключен SDN, там прогрессивное кеширование для тяжелого контента, тогда да, видео можно загружать прямо на сервер. Дальше у нас есть возможность вставить YouTube-ссылку и сервис Vimeo. YouTube мы посмотрим. Но прежде давайте посмотрим, что здесь есть еще. Тип отображения видео. Вот здесь вот мы можем видеть. Это с управлением, стрелкой и так далее, или без управления, на ваше усмотрение. Причем вот здесь вот меняются опции. Это Video Size, размер видео. То есть с черными полосками или без них. То есть или обложка. Обложка, наверное, смотрится поинтереснее, но тогда видео будет обрезаться. Или же скрыть изображение галереи. Если вот этот вариант мы берем. Давайте попробуем этот вариант. Дальше AutoPlay. Это автовоспроизведение. Если включаем, то прячется аудио статус. Звук с видео с автоматическим воспроизведением всегда отключен. Поэтому здесь надо посмотреть, как будет лучше. Здесь вот смотрим. Это скрыть. Скрыть всякие вот элементы у нас. Увеличить изображение. Там иконки новые. Чтобы не показывалось, когда видео у нас идет. И давайте с YouTube попробуем какую-нибудь ссылочку вставить. Ссылку с YouTube вставляем. Нажимаем сохранить и обновить. Как только мы с вами загружаем страничку с этим товаром, у меня сразу автоматически воспроизводится видео. То есть есть все-таки разница, что мы вот сюда вставляли видео, и это было во всплывающем окне. Что вот здесь вот видео сразу у нас проигрывается в миниатюре. Есть пауза. Если паузу я нажимаю, я вижу картинки, которые там были подгружены ранее. Если play, то воспроизводится видео. И вы видите, оно обрезается. Но вы поняли, что это можно уже настроить непосредственно здесь. То есть отличия здесь все-таки имеются. Движемся с вами далее. Ну это понятно, это просто галерея изображений. Можно просто добавить несколько фотографий. Чтобы они там показывались. Давайте видео я отсюда уберу. Следующее. Ну штатные моменты там метки мы это не смотрим. Здесь есть еще интересные моменты. Допустим, если у вас магазин одежды, и вам нужно указать размеры. Это вообще необходимо. Здесь у нас ничего нет. Как добавить размер? И кстати, если вы все же не используете какие-то в своем магазине вообще. Там размер. Дальше. Поворот там на 360 градусов. И слишком много тут занимает место. Все отвлекают глаза. То вы не забывайте, что вот здесь можно нажать настройки экрана. И просто отключить то, что вы не хотите видеть. То есть вот здесь видите блок я скрыл. Можно отключить размеры тоже. Поэтому здесь все очень удобно продумано. Чтобы размер выбрать здесь, нам нужно сначала размер создать. Он создается вот смотрите товары. И вот здесь вот видите по-английски написано. Заходим сюда. Здесь мы видим у меня еще ничего не создано. Нажимаем добавить свой первый размер. И таких размеров для разных категорий продуктов, одежды или мебели, еще что-то, где нужны размеры, вы можете создать неограниченное количество. Я напишу просто размер. Вы, конечно, будете сознательно здесь как-то заголовком называть это. И сразу же можно здесь назначить в нужную категорию, куда этот размер будет относиться. Вот сюда обычно загружается здесь изображение картинки, где будет помечено. Я выбрал просто, к примеру, допустим, я продаю стул. Вот картинка у меня помечается здесь с размерами, допустим. И ниже, самое главное, вы решаете здесь колонки. Здесь все очень гибко. Смотрите, целый ряд. Можно удалить вот здесь по корзинке. По плюсу добавить новый. Просто ставите мышку и пишите по-русски заголовок. Здесь можно переименовать. Вот, допустим, сайт. Размер. Ниже. X, S, S, M, L. Просто ставите мыши и меняйте на свое. Если здесь какие-то есть параметры, прописываем. Прописываем, прописываем. Если нужно внизу строчку добавить, нажимаем плюс, плюс. И по корзинке также удаляется. Вот. Вот размеры, все, готово. Нажимаем здесь сохранить. Также размеры можно полностью скрыть, если вы их не будете использовать в глобальных настройках Woodmart, до которых мы еще доберемся. Как только у нас создан размер, то мы к товару вот здесь можем в списке увидеть наш первый созданный размер. Выбираем его здесь. И при необходимости можно поставить галочку «Скрыть таблицу размеров для этого товара», к примеру, «Временно». Потом опять можно открыть. Поставили. Теперь сохраняемся. После того, как мы создали здесь размер, у нас появляется здесь ссылка «Таблица размеров». Если мы нажимаем, человек в всплывающем окне сможет все видеть. А что насчет мобилки? А на мобилке тоже смотрится все достаточно интересно. Дальше. Есть классная возможность просмотра в 360 градусов, то есть когда человек сможет мышкой крутить товар и смотреть на него с разных сторон. Но для этого нужно здесь подготовить контент. Вы должны вашу технику или то, что вы продаете, сфотографировать ровно, скажем, на однородном фоне с разных сторон. То есть получается, как вот у нас есть кино. Кино состоит из кадров. По сути здесь то же самое. Я взял буквально с демо сайта картинки. Сейчас я их все добавлю. То есть примерно это вот так вот должно выглядеть. Соответственно, чем больше промежуточных кадров, тем будет более четко, более плавно картинка будет прокручиваться. Добавить изображение. Если вдруг порядок здесь как-то не сохранился, то вы можете вот так вот местами менять, зажав просто левую кнопку мыши. После обновляем страницу и у нас появляется вот здесь, где картинка, такая иконка в 360. Если мы на нее нажимаем, появляется картинка из стрелочки. Мы можем стрелкой просто нажимать, либо прямо за картинку, зажав левую кнопку мыши, вот так вот влево-вправо двигать, чтобы посмотреть товар со всех сторон. Очень крутая штука. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok